Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Пятница на часах начала 12-го. Немножко у нас такая суета сейчас в студии. Гости уже здесь, ведущие тоже настраиваются. Елена Обчинникова приветствую. Я подкручиваю себя на шкале или как-то по-другому это выглядит. Раскладывайте предметы. Нет, самое интересное, я поехала очень рано на работу. Но, видимо, в связи с пробками я все равно приехала поздно. Предновогодняя суета ощущается, в том числе и в плане, конечно, автомобильного движения. Да, слегка. Люди путешествуют, закупаются подарками всем необходимым, что понадобится 31 декабря для встречи Нового года. Но меня беспокоит погода. Такое ощущение, что тут растает все у нас 1 января. А вы любитель поваляться в сугробах? Я любитель легкого морозца. Понятно. Знаете, так, градусов 7-9 минус. Вам бы по возрасту женщин лучше не морозиться. Женщины у меня есть. Я в этом смысле. Так, наш гость, видимо, чтобы не засмеяться, мои... Ну, все это такое, легкое настроение сегодня, да? Эротично, да, тема тяжелая. Тема тяжелая, настроение легкое. В связи с тем, что Новый год, да, близится, и тем, что рабочая неделя завершается. Ну, кому-то, правда, и завтра работать, и послезавтра, и так далее. Да, а вот я слышала, генерал Солодовников уже больше на работу не выйдет. Да вы что? Да. Вот вам, увы, а кому-то, ах. Вот, Ян Евгеньевич, ведите себя прилично, потому что нас, вы знаете, несмотря на то, что вас не слышно, но некоторым нас видно, потому что нас смотрят. Да, да. Лена, предупреждайте. А мы сто раз предупреждали, что мы в эфире. Нет, Лена, я уточню. Генерал Солодовников, наверное, в Кирове на работу не выйдет, а в Москве выйдет. Я, вы знаете, Москва далеко, я имею в виду только нас, исключительно нас, и тема рассматривалась исключительно нашей. Помните, как в фильме «Игрушка», да? Французские покойники нужны только французам. А вот жаль, наверное, что не выйдет в Кирове на работу. Я вам ничего по этому поводу не скажу, потому что не скажу. У меня есть очень субъективное мнение. Так, простите, я правильно понял, смена годов, у нас еще и смена главы УМВД? Ну, как предположение, подтверждай ЕМАЕ, в том числе и в УМВД, и через Москву. Да, что сейчас генерал ушел в отпуск, и оттуда уже не вернется. И у меня есть еще одна новость, накшибательная. Она меня потрясла, потому что я долго разгадывала, что же это было. Вообще, что же это было. Как мы случайно узнали из интернета, на днях районный суд частично удовлетворил иск Владыки к вязкой особой газете. При этом ни я, ни вязкая особая газета. О наличии каких-то исков мы даже не знали. То есть никого, ни предмета спора, ни заявления, ни повестки посылать. А никто не знал. То есть вчера просто мне позвонили, говорят, а вы знаете, что частично иск Владыки к вам удовлетворен. Да если бы я еще знала, что он хочет. Я прочитал в одном из средств массовой информации, о том, что частично удовлетворенные опровержения якобы потребованы. Опровержение чему? Информация, которая была изложена в одной статье. Вы мои информации читали? О том, что говорят, поговаривают, что Владыка хочет перевестись в Москву. О том, что засадено, то, что происходит с отцом Георгием. Я считаю откровенное позорище. Что якобы был и нагоняя в патриархии. Будто бы, да кабы, да за что? Будто бы за это и деньги взяли. Лен, получим решение, почитаем. Не, мне смешно, потому что мне звонили по телефону и сказали, что у Владыки есть такое намерение. И я якобы встряла в его личную жизнь. На что я с удивлением сказала, когда я писала про исподние у Владыки. Потому что личная жизнь монаха, это очень относительная личная жизнь. Потому что она быть вообще в принципе. Вот. Я про это и говорю, а про труселя я не писал. Для меня личная жизнь, понимаете, как-то так. Ну вот говорят, что частично. Причем в нашем отсутствии, при нашем неизвещении. А в чем удовлетворили-то? Неизвестно? Я вам еще раз говорю. Покаяние заставили принести или что, или как? Я не знаю. Нет, это ведь суд. Ну я понимаю. Это ведь суд. Лена, это наш суд. А у нас есть в законе эпитемья, покаяние. Индульгенция. Индульгенция, да. Слово вспомнили. Вот, по-моему, наша юриспруденция таким понятным не апеллирует. Это, по-моему, уже. Вот. Ну вот две достаточно интересные новости, достойное обсуждение. Но вот если сегодня, еще завтра, может быть, газеты... Нет, сегодня уже какие-то газеты свежие выйдут. Вот. А потом начнется такой информационный затишье недели на три. Лена, 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 а суд какой? Я не знаю ничего. Не церковный? Нет, не церковный, это точно. Вот. Поэтому вот такой вот удивительный цирк происходит. Ну что ж, давайте ближе к теме. Начинаем работать. Начинаем работать. Давайте озвучим сначала наши номера, что мы обычно делаем. Обязательно. Обязательно телефоны, потому что тема крайне сложная. Она человеческая. Она такая, знаете, она вся на земле. И даже очень на земле. Вот. Но она имеет столько поворотов, столько коллизий, что я думаю, что каждый из вас наверняка захочет позвонить и уточниться. И наверняка задать хоть какой-нибудь каверзный вопрос. Потому что действительно дело-то достаточно запутанное. И если пристально не заниматься и не изучать, то можно как бы не очень понять, что происходит. Итак. 708-502. 708-502. Наш традиционный телефон. Номер телефона для связи с нами. И номер для смс. 8909-721-0. Пишите, подписывайтесь. Да. Мы надеемся на ваши звонки. И думаем, что нам будет легче и вам будет понятней, если вы позвоните. И для тех, кто будет внимательно слушать нашу историю. Ну что ж, у нас же гостей осталось. Да. Яна Чботарев, юрист, уже представили. А у нас нет никакого опроса случайно. А опроса сегодня нет, к сожалению. Да, просто случайно. Потому что тема настолько объемная, сложная, что мы не знали, с какой стороны подступиться. То, что называется, да, мое любимое расследование. А упрощать ее как-то не хочется. Упрощать не хочется. Многое будет непонятно. Многое останется за кадром, опять, как говорят телевизионщики. Давайте гостей представляем. И Николай Руснак у нас в студии. Добрый день. Добрый день. А Ян Евгеньевич официально прозвучал, потому что для меня это так. И Руснак Николай Степанович. Я поздоровался. А, а Ян Евгеньевич, ну давайте представим, Ян Евгеньевич Ботарев. Еще раз попросил. Человек, который пообещал в очередной раз прийти на помощь людям, которые уже в течение многих лет, несколько лет хотят найти, но не могут найти правды. Понятно, что говорить у нас сегодня будет Николай Степанович Руснак. Это наш гость, гость, живущий в Юриянском районе. И сегодня мы будем говорить об отношении руководства департаментов. Мне не хотелось бы обижать все правительство. Мы будем говорить об отношении департаментов к лесному хозяйству, к сельскому хозяйству. Будем обращать внимание на отношение членов правительства к происходящему на земле, на землях Кировской области. Будем разбираться, что здесь происходит. Но я написала статью. Статья моя уже вышла. И я, наверное, весь сегодняшний рассказ предварю словами, что поступили шокирующие материалы о том, как руководство Юриянского района при непосредственной поддержке глав департамента и членов обл. правительства уничтожают останки сельского хозяйства в области. Когда-то и сельское хозяйство у нас было, и было даже очень неплохо. И у нас коровы было, и у нас свиней было. Нет, у нас есть все-таки успешное хозяйство. Назовите. Развиваются. Назовите, Володя. Пригородный Уржумский район, выращивание ржи. Вот это Уржумский СВЗ в том числе. Уржумский СВЗ? Вот это на слуху, да. Это из чего вы водку эсвезируете? Из местной ржи. А, подождите, завод на грани банкротства. Вы о чем говорите? Скупка зерновых прекращена. Мне звонили непосредственно оттуда, и я об этом тоже, Володя, писала. Поэтому кердык этому вашему сельскому. Не из чего просто будет делать. Почему? Есть из чего. Нечего из него делать. Просто скупка прекращена. Лена, а Красногорский вроде нормально работает. Это вам кажется? Да, может быть. Это вам очень кажется. Я просто мимо езжу, каждый день. Капусты там наросло, кстати. Капусты много, трактора новые. Отлично. Они в лизинг взяты? Вот это я не знаю. А вот я знаю, поэтому помолчу. Ну что ж, давайте все-таки будем разбираться. Итак, Юрианский район. Сельхозпроизводственный кооператив. Гороховский. Совершенно верно. Я правильно говорю? Да, да. Так, это вы слышите же нашего гостя Николая Степановича. Гороховский находится в селе Монастырское, да? Да. Вот. И, в принципе, давайте так. До 2004 года это был обыкновенный совхоз, который потом преобразовался в кооператив, оставив все предыдущие названия. Село осталось Монастырское, СПК стало Гороховское. И тогда, в 2004 году возглавил кооператив? В 2004 году возглавил кооператив Мартимянов Анатолий Юрьевич. Ну, давайте будем разбираться. Так, мы издали. Начнем, да, для того, чтобы было понятно все масштабирование, вся суть происходящего. Итак, к 2004 году у вас было порядка 600 голов скота. Три фермы вы говорили, да? Да, до 2004 года, да, как раз было. Даже в 2004 году было, да, три фермы скота. А, зерновые сели? Зерновые сели. Ну, то есть, я понимаю, вы помните, да, что тогда уже прошло несколько кризисов, но совхоз не упал, не валялся, не просил подаяния. То есть, вы были вполне успешным. Зерновое мясо, молоко, да, в любой кризис это востребовано всеми людьми. Совершенно верно. Ну, то есть, вы не богатели, не в хоромах, но не нищенствовал никто, правильно понимаю? Правильно. Вот, и, значит, ну, вот пришел, значит, появился у вас СПК, то есть это кооператив, да? Да. Вот, и через год что осталось от вашего некогда вполне такого крепкого хозяйства? Ну, начиная с 2004 года, не через год, значит, в хозяйстве в 2007 году осталась одна ферма, от двух ферм не стало, ничего не стало. А куда две остальные-то дели? Разобрали на дрова? Нет, они, как животных, у них не стало, и, значит, фермы пустые, естественно, сейчас развалились. Понятно. А почему от коров начали избавляться? Ну, это, так, значит, председатели... Мешали? Мешали, наверное. Мычали? Коров. О, урод. Спать не давали председателю. Говорят, это какое. Возможно. Так, зерновых тоже не стало? Зерновых не стало. Но кооператив существования свое не прекратил. Нет. На чем держалось сельское хозяйство? Вот эта тема меня навсегда веселила, я никак не могла понять, почему бывает так. И, наконец, только в данном случае, когда я разбиралась с ситуацией, я поняла, зачем сельскому хозяйству нужен лес. Расскажите нам, пожалуйста, у совхоза был лес? Да, естественно, государство водило совхозом леса. Ну, то есть, это федеральная собственность, которая выделялась на поддержку сельскохозяйственных штанов? Да. Договор о аренде. По договору о аренде, да. Много ли было у вас леса? Ну, до 2009 года расчетная листека была где-то 10 с чем-то там, ну, около 11 тысяч кубов. Ежегодно. Был лес. Лес какой? Хвоя? Значит, хвоя, в основном, значит, 3000 листвы было до 2009 года, было 3000 листвы, значит, а 9 тысяч хвои было. Немало. Ну, это предостаточно, тем более, что лес отдается по очень льготной цене, да? Да, 70-80 рублей примерно, значит, с куба, за один метр кубический. А реальная стоимость? Реальная, да. Рыночная? Реальная стоимость, на корню лес, значит, примерно в то время 300 рублей, сейчас может там 400-500, смотря какой лес. А если... Ну, в Демьяново, я знаю, 650 за куб. Да, продавал и 650, и 500, и всякая была разная цена. Ну, давайте остановимся на цифре, да, остановимся на цифре 500, во-первых, для того, чтобы легче считать, а во-вторых, для того, чтобы... То есть себестоимость леса у вас выходила во сколько? Раз в 7, 6-7 раз дешевле того, что он стоил на рынке, да? Да, конечно. Да, конечно. За счет этого совхоз тогда уже кооператив выживал? Ну, это, конечно, помощь была, значит, от леса, от хозяйства, да. Так, и что там, значит, по-моему, в 2008 году у вас произошла смена руководства? Да, в 2008 году, значит... Ну, когда у вас председатель произвел зачистку, не осталось ни коров, ни зерновых? Да, Мартемяново... Он уволился. А куда деньги-то пошли? А деньги-то куда пошли? Какие деньги? Ну, коров под нож... Да, даже коров, да. Не, когда Мартемянов, значит, написал заявление о увольнении, значит, там уже была одна ферма, естественно, на собрании, когда избирали нового председателя, полонникова Андрея Михайловича, присутствовал глава района Потапенко Юрий Тимофеевич, значит, он даже вопрос не задал бывшему председателю, значит, что хотя бы спросил, сколько было, куда животные делись, куда деньги делись, ничего, никаких вопросов даже не было задано. Руководство СПК сменилось и все. Помните в детском фильме, каком-то давний очень фильм, где режиссер Ролан Быков, там есть такой интересный эпизод мальчишка, у которого была собака, он собаку обнимает и говорит, я приделаю тебе крылья, мы улетим с тобой в теплые страны. Вот так господин Мартимьянов, наверное, обнимая коров, улетел с ними в теплые страны. Аллегория, но, я думаю, смешно. Так все-таки непонятно, куда деньги-то делись? Куда-то делись, Володя. Я же сказала, в теплые страны улетели. Надо спросить Мартимьяна Анатолия Юрьевича. Он живой, здравствует? Живой, здравствует. Кому спрашивать-то у нас? Некому спрашивать-то, господа. Ну что ж, избрали нового. Новый председатель зовут, вполне живой человек, Андрей Половников. Это бывший тракторист, что меня очень удивило. Но мужик с руками и с головой. И что-то он тоже более быстро раз поработал и куда-то умчался на ночной электричке. Что произошло? Произошло то, что началось давление со стороны администрации Юринского района. Давили на Половникова, сказали, чтобы писал заявление на увольнение. В связи с чем? В связи с тем, что он не согласился. Ему вызывали в администрацию Потапенко Юрий Тимофеевич. Давайте так, мы уточнимся. Потапенко Юрий Тимофеевич, глава Юрьянского района, в те годы, в те поры, вызвал на совещание Половникова. Половникова. Вот, господа, у кого есть сомнения, и кто шибко любопытный, вот я сейчас показываю диск. Это диск, на котором запись вот этого разговора, состоявшего, вот это совещание. Вот здесь вся запись. Довольно интересная. Я была поражена. Ну, во-первых, лексика очень своеобразная. Профессиональные термины непонятные или что? Ну, где-то... Помните, Василий Алексеевич Киселев, мэр нашего города был, да? Однажды я задала ему вопрос, читателя переадресовали. Детский был вопрос, дети спросили. Василий Алексеевич, а вы материтесь? На что, значит, секретарь пресс-службы Василия Алексеевича сказала, нет, вы что? Но Киселев посмотрел в мои глаза и сказал, честно, Лена, а где вы видели ботсмана, который не матерится? Понимаете, да, ну, морские термины. Специфические. Что вы привязались-то? Я просто показываю. Вот. Если кому-то будет не втерпеж. То есть это не эфирные вещи? Нет, тут есть, нет, можно было синглов-то нарезать. Эфирные есть, но они интересные. Мы просто немножко не успели. Вчера редакция отмечала день рождения, вернее, Новый год вы вчера отмечали, а я вчера лежала пластом по причине нездоровья. Вот. Если кому-то будет интересно, вот этот диск лежит у меня на столе. Так что, ребята, включайтесь, смотрите, будет видно не только нас, но и диск, на котором очень интересные материалы. Вот. Ну что ж, давайте продолжим. То есть Андрея Половникова вызвали на такое маленькое совещание, где, не скрывая там чего-то, не бродя, завуалировано, глава района Половникова... Потапенко. Потапенко. Все на П. Я запуталась. Вот. Говорит. Короче, лес надо отдать. Лес надо отдать. Значит, на совещании присутствовал индивидуальный предприниматель Копылов. Да-да-да-да-да-да. Я еще напомню, нам индивидуальный предприниматель Копылов шибко знаком, как тот человек, который имеет привычку хранить свой лес в штабелях вдоль мурыгинских дорог, периодически эти штабеля рушат на тротуарах, периодически эти штабеля рассыпаются, или штабели рассыпаются и травмируют людей. По-моему, весенняя история, бревнами был раскатан мальчишка, да, пацан? Полез через штабель перейти дорогу и сорвался. Его раскатала, да. 17-летний юноша, да? Ну, подросток. Мы говорили много об этом. Мы пытались что-то сделать, но, увы, местная полиция не нашла поводов для того, чтобы наказать господина Копылова. Нет, простите, а вроде был ли какой-то резонанс? Эти штабеля куда-то немножко переместились? Был, но затихло. Был, но затихло. А штабель вы сейчас сами поймете, почему ему некуда девать, потому что уже вот дальше об этом и разговор. Итак, значит, был глава района, был глава управления сельского хозяйства района. Да, Артамонычев. Артамонычев был, был господин Копылов, у которого штабелей, видимо, было мало на тот момент, но ему хотелось больше. И Половников Андреевников. И Половников, да, то есть вот председатель вашего кооператива. Ну, значит, на совещание было предложено Половникову, что надо как-то хозяйству что-то, то ли по его купить, то ли что-то лес понадобился из-за леса, значит. Короче, конкретное предложение последовало. Ребят, давайте по-доброму, по-хорошему, и вы тут не вякаете. Я сокращаю очень много позиций, значит, сокращаю очень много текста. И вы тут не вякаете, потому что мы вас один фиг перемелем. Отдавайте лесу Копылову. Да, совершенно верно. Председатель, конечно, пытался, извините за подробности, вякать. Но это звучало именно так, я слушала это. И он так блеял так. Ну, это все же народное, ой, народ будет против. Но Потапенко человек такой, да? Да. Ух, начальник сказал, хорек, значит, хорек. И никакого леса, ребята, у вас больше не будет. И это, собственно говоря, скоро случилось. И посоветовался, значит, Потапенко, Гультефеевич, Артамоновичем, Валерий Дмитриевичем. Как можно сделать? Есть ли опыт в других хозяйствах? Нет, то есть, понимаете... Секунду, секунду. Опыт какой? По отниманию леса? По отниманию леса, да, да. Именно по этой процедуре, именно по этой процедуре, глава района спрашивает. Ребят, а есть тут какой-нибудь опыт, как можно это... Он присутствующих спрашивает. Конечно. Ну, не меня же. Это вот здесь есть. У Артамона, если он начальник СССР, он спрашивает. По Юрианскому району. И тот, честно, говорит, есть. И начинает перечислять хозяйства, из которых уже вот единственную эту подпорку, данную государством, загибающему сельскому хозяйству, благополучно увели. И поэтому, как говорил Жванецкий, хозяйство рухнуло и лежит во дворе. Так случилось? Так. Так случилось. Вот у меня, знаете, вы сами навскидку помните, о чем разговор? То есть, какие перечисляются хозяйства, кооперативы, у которых уже забрали лес? Ну, на территории Юрианского района много было. Мы про Юрианские говорили. Да-да, сельхозуправление, это сельхозхозяйств было много, но те, которые я вот это... СПК Кокин, СПК Нива, СПК Земледелец. И я подчеркну, значит, на вопрос главы района, Юрианского района. А есть ли у кого какой-нибудь опыт по, дальше, слово по мере вашей воспитанности, значит, сельских хозяйств, вот, глава управления сельского хозяйства отвечает, что есть предприниматель, который забрал леса у кооператива в Кокино, Виктория Земледелец, и говорит еще, что сам-то вот присутствующий этот... Копылов. Буржуй. Он бизнесмен. Копылов, он благополучно уже разбодяжилась пока Нива. Вот, у него есть леса. Так вот, у меня первый гигантский вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста, государство выделяет для поддержания сельхозштанов, сельхозпредприятиям выделяет лес, чуть не бесплатно, да, именно для того, чтобы хозяйства выживали, чтобы были, а, дрова, было на что строиться, то есть забивая дыры, которые из хозяйства тянули бы деньги, строительство коровников, утепление там, сельхозпостроек. То есть лес, это вообще, это богатство, это то, на чем держится. И тут совершенно спокойно вот то, на чем держалось и не загибалось сельское хозяйство, благополучно отбирается. И я подчеркну еще раз, вы слышали, сколько уже кооперативов я перечислила? Я так понимаю, что Горохевский это последний. А Горохевское последнее хозяйство, на котором можно было, значит, лес прибрать, а хозяйство уничтожить? Правильно. Все, точка поставлена в деле. По-моему, в сельскохозяйственном деле Ельянского района поставлена точка. А теперь давайте разбираться, кто там эти точки ставил, а лучше давайте вот до точек мы сейчас дойдем, сразу же, как только вернемся. Небольшой перерыв. Пора сделать даже. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается разворот. Да, продолжается наше внутреннее расследование. Сегодня очень тяжелая тема. Мы говорим о том, куда деваются, куда уходят, куда теряются сельские хозяйства, существующие на территории, давайте я обобщу, Кировской области, потому что, на мой взгляд, то, о чем мы сегодня говорим, это показательный процесс, уже как бы саккумулирующий десятки, а может быть и сотни аналогичных процессов, когда уничтожались сельские хозяйства в угоду частному капиталу, в угоду частному бизнесу. Я же говорю, что я недаром написала, что это кощунственные материалы, которыми мы располагаем, и нам бы хотелось, чтобы вы об этом знали. Итак, мы остановились на том, что... Чего все затихли-то? На каком вопросе? Мы просто очень много сейчас информации еще в перерыве получили, да. Понятно. Вы вчера отмечали Новый год? Нет, мы вчера не отмечали, что... Остановились, Лена, на том, что лес предложили отдать. Да, лес предложили отдать. То есть я как раз рассказала о том, что вот на записи, если все любопытные захотели посмотреть, вот передо мной лежит, нас можно посмотреть в интернете, вот идет трансляция прямая, передо мной лежит диск, на котором записано совещание главы, где присутствовала глава района, начальник управления сельского хозяйства, предприниматель, в чью пользу очень старались, очень старалось руководство района, и бывший председатель сельхозпроизводственного кооператива Гороховский, где вот было и предложено. Вот, у меня к вам вопрос. Скажите, да, и вот эта вот фраза, когда, ну, собственно, смеялись, да, когда глава района говорит, ребята, есть ли у кого-нибудь опыт, как вот этот лес у сельхозпроизводственного забрать? У СПК забрать. Вот, оказалось, есть, темка отработанная, ну и понеслось. Итак, леса не стало. И я снова обращаюсь к нашему гостю, это Николай Степанович Руснак. Это в каком году было? В девятом. В девятом, да. Нет, леса куда не стало. А это в десятом было совещание, а леса не стало, значит, в двенадцатом году. 2012 года новый председатель Руснак Иван Степанович, значит. Вот давайте мы еще разберемся. Мы проскакали еще одну очень важную тему, и тема эта будет рефреном у нас повторяться. Скажите, пожалуйста, почему глава вашего СПК Половников быстро написал заявление и исчез как бы с горизонта, не отмаячил для руководства района? Что произошло? Почему он уволился? Началось со стороны юридической администрации давление на Половникова. Половников не выдержал такого давления. Написал заявление на увольнение, значит, и 30 марта 2011 года, значит... Он ушел. Он ушел. Подождите, давайте вот на 30 марта остановимся, и давайте поясним, откуда взялась вот эта вот диктофонная запись, которую я сейчас готова показать всем и дать послушать, где несколько человек с голосами, похожими на голос главы администрации Юрьянского района и всех вышеперечисленных, обсуждают судьбу, а точнее это не судьба, а то, как раздербанить последний сельхоз кооператив в районе. Скажите, пожалуйста, почему Половников сделал эту запись? Половников сделал эту запись, потому что, я еще раз повторюсь, что началось давление главы района Потапенко Юридовича, и когда его вызвали на совещание, он решил эту запись записать на... Что будет происходить? Что будет происходить, да. Я тогда сужу вопрос, ему угрожали раньше? Ведь здесь содержатся угрозы. Да, ему Потапенко звонил. Нет, если бы мне сказали, ты либо замолчишь, либо тебя перемелят наши машины, я восприняла бы это как угрозу. Ему угрожали раньше, да? Ему угрожали, по телефону звонили. И я знаю, что личные контакты были тоже с угрозами. И даже она называлась фамилией человека. Да, значит, председатель СПК Гороховский, Руслан Геон Степанович, где-то в середине марта, Давилна Половникова тоже сказал, что должен написать заявление. Вот смысл в том, что ты еще рот раскроешь и сам окажешься на нару. Нет, основание-то для давления. Что хотелось-то? Но он не хотел лес отдавать. Он же понимал, что следом за забиранием леса предприятию придет кирдык стопроцентный и все, до свидания. И вот все вот эти ранее перечисленные нами кооперативы, их больше нет. Ау, ноль. Нет ничего. Лес рубится, нет сельского хозяйства. Это все, это борьба. Это не на выживание. Это просто закапывание демонстративное, причем живьем. Такие живодерские ноты. Естественно, значит, Половникову угрожали. Он знал, что будет. Ему говорили, что надо будет отдать лес. Он как мог сопротивлялся, но сил у бывшего тракториста не очень много, я вас уверяю. Он не юрист, он не администрации. Нет у него опыта, да? Да и связей, наверное, нет. И связей, наверное, нет. А у них есть. Потому что, когда Половникову говорили, что если ты там рот откроешь, тебя посодят, посодят тебя надолго. И фигурировала фамилия. Я бы хотела ее озвучить. Эта фамилия широко известна людям, живущим в поселке Монастырская. Она у нас не широко известна, но это один из высокопоставленных чинов Кировского МВД. Мы просим прощения, если мы сейчас говорим, как-то мы ругаем человека, не имея подтверждающих каких-то фактов. Но сам глава района Юриянского, люди, его близкое окружение совершенно четко и внятно произносят фамилию Черков. Черков. Причем, значит, глава района говорит, что Черков, он, по-моему, заместитель губернатора, да? Заместитель... Соводовник ВД. Генерал. Генерал. Простите меня, Богороди. Вот. Значит, остальные называют его просто крышей. Это просто наша крыша. Соответственно, председатель испугался и благополучно уволился. И тогда председателем стал... Руснак Иван Степанович. А вы, Руснак Николай Степанович, объясните, что происходит в ситуации, чтобы мы не запутались окончательно. Руснак Иван Степанович, это мой брат родной. Родной брат. Он нужен был для того, чтобы осуществилось, значит, запланированное... Короче, он был согласен с тем, как делят лес. Да, потому что в начале 2011 года Потапенко Юридин Афеш приводил у нас в клуб, было собрание в СПК, это значит, на территории села Монастырского, где была предъявлена программа Кополовым, индивидуальное предпринимание Кополовым, что, значит, нужно там отдать леса, значит, вы будете жить хорошо, но народ не согласился со стороны, значит... Нет, народ-то уже не дурак, потому что, понимаете, да уже есть и показатели, у кого леса-то забрали, а не где. Отвечу, не нарывайтесь на рифму. Я нормально сама себе вопрос задаю, сама себе отвечаю. Значит, народ не согласился, и тогда было принято решение, надо своего местного человека внедрить туда, чтобы получить цель, добиться цели, которая была поставлена на главу районной. То есть, давайте так, ваш родной брат, он был согласен с тем, что леса он отдаст. Он в то время, нет, когда он заступал председателем, он, значит, объяснял, что хозяйство будет процветать, будет жить хорошо. Золотой дождь пойдет на вас? Золотой дождь. Подарили лес и все, и началось богатство? Нормально. Изначально-то он не дарил, для людей было... Сказал, что построит ферму новую, но все как заплодировано. Он ферму построил? Ферму построил. Расскажите про ферму. Мне очень понравилось. Ферма такая, как на куриных ножках, на деревянных столбиках такая, чтобы вышло подешевле, можно было там... Что значит подешевле? На нее есть затраты, на нее потратили якобы 7 миллионов рублей. Да, якобы 7 миллионов рублей, но я думаю, это очень сильно завышено. А 7 миллионов это вот с продажи леса? Это с продажи леса, вот у Форус лес. Мы сейчас дойдем до этого, да. То есть я знаю, что была проверка. Была проверка. И что, напроверяли? Не знаете? То есть проверяющие проверили и уехали благополучно? Да, конечно. Нормально. То есть по оценке людей, которые занимаются лесом, по оценке мужчин, которые умеют и знают, как строить, вот эта вот избушка на куриных ножках, в которых ранее стояли коровы, я подчеркну, ранее стояли, потому что на сегодняшний момент, в конце этой недели, в кооперативе не осталось ни одной коровы, несчастного подворья кооперативных, нету больше ничего. Вот такое процветающее сельское хозяйство. Вчера увезли последние. Ну, мы до этого еще дойдем поэтапно. Ну что ж, итак, кооператив возглавил ваш брат и леса не стало. Нет, был заключен какой-то договор трехсторонний, да? Вот как узнали колхозники? Значит, леса не стало. Вот сейчас мы будем говорить о том, как его не стало. То есть тот предприниматель Копылов, его желание было удовлетворено. Да, значит, нет. А и тогда уже, кстати, у вас же было леса не 10, а 16 тысяч кубометров. Да, в 2009 году, значит, раз в 10 лет делается лесоустройство, где определяется, сколько можно рубить там, значит, какую лесосчетную, расчетную лесосеку. В 2009 году, значит, делалось лесоустройство в Нижнем Новгороде. Я лично этим делом занимался, помогал, потому что у меня с ПК Органский долгосрочный договор подряда был. Значит, я помогал. И расчетка была увеличена до 16 тысяч метров кубических. Значит, 6 тысяч кубов лиственной породы и 10 тысяч кубов хвойной породы леса. Ну нет, рассказывайте, мы вас слушаем. А то я солирую этот киркорок. Это серьезное такое увеличение? Это серьезное. Это очень серьезное подспорье. Больше чем в половину увеличилась расчетная лесосека, соответственно, вот как бы это самое, да. И давайте так. Вот мы, вот весь этот лес, 16 тысяч кубов, вдруг вы узнаете, что все досталось ИП Капулову, но потом выяснилось, что это был не совсем Капулов. Я узнал, что лес, ну как, хотят оформить, ну, переуступки правы сделали. Значит, я написал главе департамента лесного хозяйства Равилю, значит, письмо. Ахмадуллину. Ахмадуллину написал письмо. Это было в апреле 2012 года. У меня есть это, ну, входящий там этот. Прошу не подписывать, не передавать никуда лесной участок, так как у меня с СПК Гороховский, значит, на 10 лет договор существует. Ясно. Нам придется, да, уже продолжить в следующем часе наш разговор. Давайте мы продолжим историю в следующем часе. Она уже начнется с точки зрения рассмотрения юридических вопросов. Ну что ж, мы не прощаемся. Оставайтесь с нами. Дальше будет все интереснее. Ну, а прямо сейчас у нас новости, да.